Внимание! В здании пожар. Прозвучал тревожный сигнал, а это значит, что действовать нужно быстро, соблюдая технику безопасности. Всех воспитанников выводят из здания согласно схеме эвакуации. Малыши четко выполняют указания воспитателей. Они знают, что нужно делать, чтобы не надышаться угарным газом. Покинуть здание необходимо за три минуты. По легенде, в детском саду загорелось одно из помещений. Огонь перекрыл доступ к выходу, и внутри остался человек. Пока дети ждали на заранее условленном месте сбора, в здании велась спасательная операция. Спасатели максимально быстро добрались до пострадавшего. При этом успели осмотреть и другие помещения, чтобы убедиться, пострадавших в здании больше нет. Затем эвакуация и оказание первой помощи. Представитель департамента образования правительства Севастополя отмечает, что такие тренировки должны проходить в образовательных учреждениях не реже, чем раз в полгода. Сегодня в наших образовательных учреждениях обеспечен невероятный комплекс мер пожарной безопасности, которым по праву мы можем сегодня гордиться. Во всех образовательных учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализация системы оповещения управления пожарем. Личный состав и персонал образовательных учреждений подготовлен и слаженно действует при возникновении нестандартных ситуаций. Заведующая дошкольным образовательным учреждением рассказывает, детям постоянно объясняют, кто такие пожарные, что они делают и почему важно внимательно слушать воспитателя в чрезвычайной ситуации. Форма работы с детьми – это золотая классика педагогики, это в любом случае беседы, это в любом случае занятия, которые связаны с сюжетно-ролевыми играми, разработанными на площадке. То есть они четко понимают профессию пожарника, они четко понимают, что когда нужно эвакуироваться, кто такая медсестра. То есть задачи каждой службы. Один из приемов малышей уже не раз отрабатывали на тренировках, рассказывают воспитатели. Он называется «Мокрый платочек». Мы их намочили, чтобы прикрыть вот так свой носик и ротик, чтобы не дышать угарным газом. Прикрыли, показали, как вы закрываете. Вот что ты знаешь о работе пожарного? Что он делает? Пошел пожаром. А еще что делает? Людей спасает. Сегодня был пожар на этой логе, и мы выходили, спасали, что пожар выходили на улицу. Мы шли под каштановые деревья, потом сюда смотреть, как тужили пожар. Одежду намочить и переложить крутую к носу. В завершении учебной тревоги ребята увидели, как спасатели пользуются настоящим бронспойтом. Все желающие смогли сфотографироваться на память с пожарной машиной. Дарья Юхновская, Юрий Рютин, Севинформбюро. Поднимите ручки.